Всем привет! И сегодня у нас шо-контент, потому что у нас обзор на тонику. Та-дам! Что мне хотелось бы сказать сразу о пигменте тоника. Ребята, это пигмент прямого действия. Это как кондиционер, который добавили в пигмент. Вы понимаете? Это все вот это, и все то, что я обозреваю, это все одно и то же. Просто стоимость этих пигментов очень разная. Питательные компоненты и всякие прочие штуки, которые находятся в составе, очень разные. И когда вы говорите о том, что она стоит 100 рублей, а Manic Panic стоит полторы тысячи рублей, Manic Panic точно круче, чем тоника. Вообще далеко не факт, потому что тоника делается в России, Manic Panic делается в Великобритании. Очень большие деньги уходят на то, чтобы перевести этот пигмент и бла-бла-бла, плюс еще маркетинг. Вы должны понимать, что из этого всего складывается стоимость продукта, который выходит на рынок. И если пигмент стоит 100 рублей, это не говорит о том, что он плохой, что он испортит вам волосы и бла-бла-бла-бла-бла. Еще один момент, который очень важный. Пигмент тоника называется оттеночный бальзам. Все то, что наносится на волосы, не смешивается дополнительно с каким-то перекисью водорода, либо еще с какими-то активирующими компонентами, это все пигмент прямого действия. Это может называться оттеночный бальзам, оттеночный шампунь, самиперманентный краситель, еще что-то. Это все одно и то же. Разная сертификация на рынке индустрии красоты и бла-бла-бла. Факт это не меняет, что это все один и тот же продукт. Окей? Тогда погнали. У тоники появились новые оттенки, которые выглядят вот таким образом. И полный обзор на эти цвета есть в моем инстаграм. Ссылка в описании к этому видео. Что касается упаковки у пигмента тоники. У меня в руках сейчас старый формат, когда крышечка... У меня сейчас в руках старый формат, где крышечка раскручивалась вот таким образом. Здесь пигмент выдавливался. Через какой-то промежуток времени, когда вы расходуете 60% красителя, вам необходимо было делать вот так и выдавливать его из упаковки. После этого вы берете ножницы и вскрываете упаковку, чтобы остатки красителя, который скопился вот в этих местах, можно было выдавить. Это новый формат упаковки тоники, где появилась крышечка, которая просто нереально открыт нормально, не повредив колпачок. Вот так вот. Вот так это выглядит у меня. Ну да ладно. Если вы раскручиваете пигмент вот таким образом, то здесь вот такой формат. Это очень удобно, я считаю, что... Особенно, когда вы принимаете решение затонировать волосы, и ваши руки мокрые, либо ваши руки в перчатках, все скользит, и нормально открыть крышечку просто не получается. Это просто... Ну это... Это бесит! Объем пигмента тоника 150 мл. Это очень удобный объем, особенно если мы говорим про какие-то высокопигментированные цвета, такие как бордо, дикая слива, индийское лето. Вы можете этот объем использовать очень большое количество раз, разбавляя этот пигмент с бесцветной основой, любым кондиционером, который у вас есть дома. Чем пахнет тоника? Тоника пахнет тоникой! Ну чего, ребята? Единственное, что новая версия тоники немножечко изменена от душка, и пахнет она... Это уже не... Тоника уже не так пахнет, как раньше, но запах очень странный. То есть какая-то парфюмерная композиция достаточно неброская, потому что, опять же, лично я думаю о том, что если пигмент прямого действия пахнет очень резко, либо очень сладко, это не очень хорошо. Здесь запах, ну, нейтральный. Если вы нюхали новую тонику, напишите об этом в комментариях, чем вам пахнет новый продукт. Ребят, ну, по поводу питательных компонентов, связанных с пигментом тоникой, я, конечно, ничего не могу сказать, потому что очень разные мнения относительно того, как ведут себя волосы после того, когда вы использовали краситель тоника. На моем личном опыте, так как я этот пигмент в чистом виде никогда не использую, что значит в чистом виде? Это значит, что вы выдавливаете пигмент прямо вот в том цвете, в котором есть цвет, вы красите свои волосы. Я всегда его разбавляю. И, как правило, те кондиционеры, с которыми я разбавляю тонику, достаточно питательные и дают волосам все то, что им необходимо. И если я вижу, что после того, когда я помыла голову, у меня волосы очень сухие, то я использую какие-то несмываемые кондиционеры и защищающие средства от термических повреждений и прочего. Если вы вдруг поняли, что после тонирования тоникой ваши волосы очень сухие, это говорит о том, что, возможно, у вас, в принципе, пересушены волосы после обесцвечивания. И вам необходимо подобрать себе уход за волосами, который должен быть после окрашивания. Да, есть вероятность, что в тонике содержатся какие-то компоненты, которые вытягивают влагу из волос. Я стараюсь изучать сейчас все вопросы, связанные с красителями на уровне химии. И как только я выясню, что такого вредного может содержаться в тонике, что может вытаскивать влагу, я вам обязательно об этом напишу. Но самый вредный краситель для волос – это обесцвечивающая смесь, которая удаляет пигмент из волоса. Не тоника портит ваши волосы, ладно? Договорились. В линейке красителя тоника есть целых три варианта разных консистенций, которые служат для разных целей. Есть высокопигментированные цвета, которые очень густые. Есть среднепигментированные цвета, которые очень средние по консистенции. То есть они не такие густые, как высокопигментированные. И есть очень жидкий вариант для тонирования уже готового блонда, либо седых волос. Обычно жидкий вариант разбавляется в шейкере с водой, чтобы поливать волосы, как финишный вариант окрашивания. То есть, например, вы помыли голову шампунем, нанесли кондиционер, смыли кондиционер. И потом, после кондиционера, нанесли жидкий вариант тоники на ваши волосы, чтобы придать небольшой оттенок вашему блонду. Среднепигментированные цвета – это более разбавленные, высокопигментированные. То есть они такие достаточно удобные в применении. А высокопигментированные цвета, такие как бордо, индийское лето, дикая слива – как раз очень хороший вариант для примера высокопигментированного цвета. Эти оттенки я вам очень устоятельно рекомендую смешивать с бесцветной основой любым бальзамом для окрашенных волос, для получения более светлых вариантов, не таких стойких и застревающих волосах. Краситель тоника мы наносим на сухие чистые волосы. Если вы наносите пигмент на влажные волосы, есть вероятность, что цвет получится более светлым, не таким равномерным, как вам бы хотелось. Еще у пигмента тоники есть такая особенность, что если вы наносите высокопигментированный цвет на сухие волосы в очень большом количестве, цвет получается чуть-чуть темнее, чем изначально вы рассчитываете. Мой личный совет, если вы решили использовать краситель тоника, или если вы уже использовали пигмент, никогда не обесцвечивайте его до того момента, пока он не вымылся с волос до пастельного цвета. Если вы начнете его обесцвечивать, либо делать смывку, вы только забьете этот пигмент, и еще глубже волосы, и тогда избавиться от него будет очень проблематично. Вы вымываете его, вымываете, вымываете, вымоете очень-очень долго, очень усердно, в теплой воде шампунями для восстановления волос, и только после того, когда он вымылся до максимально светлого, вы начинаете его удалять. Сначала сделайте тест-предь, убедитесь, что действительно пигмент может уйти, и только потом уже можете делать смывку на все волосы. Если вы вдруг столкнулись с ситуацией, что, допустим, вы красились пигментом дикая слива, обесцветили волосы, и у вас застрял зеленый пигмент, вы можете посмотреть вот это видео и справиться с этой задачей без проблем. Здесь представлены самые основные цвета пигмента тоники, с которыми чаще всего сталкиваются и мастера, и вы, мои дорогие друзья. Что хотелось бы мне сказать? Я очень долгий промежуток времени использовала тонику в салоне красоты. Как бы это страшно для многих мастеров не звучало, но в начале своей карьеры у меня не было возможности покупать очень дорогие пигменты, и если бы у меня была задача покрасить девушку в красивый розовый цвет, я не видела смысла покупать какой-то дорогой пигмент, который будет менее стойкий, чем розовый, тем более, что если запрос был «хочу стойкий розовый оттенок». Я покупала тонику, разбавляла ее с бальзамом для волос, делала окрашивание. Очень часто бывало такое, что я не говорила, чем конкретно я крашу, и убирала запах пигмента тоники другими отдушками, чтобы человек не смущался этого запаха. Мне не стыдно просто потому, что люди получали свои результаты, они приходили повторно и говорили, «Ты в прошлый раз сделал мне классный оттенок розового, подскажи, может быть, я могу как-то поддержать цвет самостоятельно». И если я понимала, что человек готов узнать, чем он был окрашен, человек готов узнать правду, я говорила ему, ну смотри, вот я использовала этот оттенок. И люди в большинстве случаев были в восторге, потому что они понимали, что они могут себе позволить купить этот пигмент и пользоваться им бесконечное количество раз. Особенно мне нравился оттенок бордо. То есть вы берете каплю бордо, разбавляете его с кондиционером для окрашенных волос, у вас получается очень классный розовый пастельный цвет, более теплого направления, но тем не менее он розовый. И он очень долго сохраняется розовым, очень красивый цвет, прям муа. Мне очень нравились красные цвета, до сих пор нравятся. И у меня в студии есть такие оттенки, как бордо, красный янтарь и индейское лето. Это три цвета, которые очень крутые, но у тоники есть один огромный, просто ультра-минус. Он очень сильно течет. На протяжении всего срока носки яркого окрашивания, которое сделано тоникой, он постоянно течет. То есть он пачкает полотенца, подушки, вас. То есть я красила в синий цвет, у меня постоянно были синие шея, плечи. Если я хожу в зал, я потею, у меня синий пот, и это на протяжении... Ну то есть вообще просто полтора месяца, если я попадаю под дождь, ну это огромный минус. Но как бы извините, пигмент стоит 100 рублей, но к сожалению новые оттенки тоники стоят 180 рублей. Почему так дорого? Ну ладно, как бы окей, хорошо. Также мне очень нравятся оттенки, которые служат для нейтрализации желтизны, но об этом мы поговорим немножко в другом видео. И кстати, я бы хотела снять видео об окрашивании волос тоникой. И если кто-нибудь из вас хочет быть моей моделью, оставляйте свои заявки в описании по ссылке, которая указана в этом видео. И кто-нибудь из вас по-любому попадет на мой YouTube канал, и мы сделаем с вами супер классное окрашивание тоникой. Я не боюсь красить тоникой, потому что, не знаю, вот честно, если у нас будет срач по поводу того, что какие-то мастера будут писать о том, что какой кошмар она красила тоникой, она красит тоникой, ну мне просто станет все понятно, что люди просто не хотят разбираться в особенности всех пигментов прямого действия. И я уже столкнулась с такой ситуацией в Инстаграме, когда мне написали о том, как вы не уважаете своих клиентов, что вы красите их тоникой. Ребята, разберитесь в пигментах и только потом пишите такую чушь. Вот просто давайте приведем пример тонику, да, и антоцианин. Просто вот для сравнения, да, этих двух пигментов. Какой классный пигмент антоцианин? Он так долго держится? Здорово. Какой плохой краситель тоника? Он так долго держится? Это какой-то кошмар. Ребята, вот правда, у людей разные цели для того, чтобы покрасить волосы. Кому-то нужен стойкий цвет, кому-то нужен цвет, который легко с волос удаляется. Да, косяк производителя заключается в том, что они не пишут о том, что пигмент может в волосах застрять, и что обесцвечивать его нежелательно. Косяк мастеров, которые не разбираются в тем, чем они красят, либо чем красят другие люди, ну, это как бы не оправдывает их, не знаю... Ну, так нельзя. То есть, нельзя говорить о том, что этот пигмент говно, а этот пигмент классный. Для каждой задачи есть разные красители. Именно для этого я снимаю для вас обзоры. Спасибо, что вы их смотрите и разбираетесь в ярком окрашивании более профессионально. Абсолютно нормальная ситуация, когда вы смотрите мои обзоры и разбираетесь в пигментах лучше, чем те мастера, которые с этими пигментами не сталкивались никогда. Мне очень жаль, что есть мастера, которые даже не интересуются тем, чем могут красить волосы люди в домашних условиях. Если вас постоянно ругают в салоне красоты, ой, ты там красилась этим красителем, ой, ты там красилась тоникой, ай-яй-яй, так нельзя? Блин, да, ну, ребят, это же все жизненная ситуация. Не было у вас денег купить мэник-пэник, и вы купили тонику. Да и ладно, как бы зато, если мастер разбирается и понимает, что с этим можно сделать, это супер. А если на вас мастер постоянно бухтит и говорит, ну, что получится, то получится, это твои проблемы, ты же стала экспериментировать с волосами, но это не очень профессионально, окей? Неоновых оттенков у тоники нет, но кто знает? Может быть, они заведут и неоновые цвета в своей линейке? История из моего личного опыта. Практически все цвета тоники, если их вымывать естественным путем, то есть это вы берете шампунь для восстановления, моете им очень часто голову, моете голову в горячей воде, пигмент удаляется с волос до максимально светлого, и потом его реально смыть. Вообще, самая большая вот ошибка всех тех, кто красил волосы в яркий цвет, заключается в том, что вы взяли, бахнули волосы в яркий оттенок, и потом на следующий день вам сказали, вам нельзя, вам нельзя там в школе, вам нельзя на работе, и вы начинаете этот пигмент удалять обесцвечивающей смесью, или закрашивать его каким-то цветом, который не перекроет его. Ну, то есть, вот это самая большая распространенная ошибка всех людей, которые пытаются экспериментировать с волосами. Это не подумав покрасить, а потом не подумав его удалить. Если вам надо избавиться от цвета, смиритесь с тем, что это займет какой-то промежуток времени. Если вам нужно что-то сделать суперсрочно, купить парик, и ходите в парике какой-то промежуток времени. Реально, ну, то есть, вы просто испортите себе волосы попытками обесцветить пигмент. Это и так не делается, это так не работает. Мастера, пожалуйста, будьте внимательны. Если к вам пришел человек, который уже попытался обесцветить волосы и удалить пигмент прямого действия, вы можете просто даже не пытаться удалить его, потому что все. Ну, то есть, он забился в волосах, опять же, нейтрализовать и прочее, прочее, прочее. Это все занимает время, и видео на эту тему у меня есть. Где купить тонику? Если вы живете в Санкт-Петербурге, вы берете, открываете Авито, либо Гугл Тоника. Купить. В интернете она может стоить дороже, плюс еще доставка, плюс прочие-прочие-прочие штуки. Если вы хотите сэкономить, дойти, доехать, купить этот желанный оттенок, которого нигде нет, в определенном магазине, пожалуйста, я заказываю в интернете. Когда я жила в Москве, я также заказывала краситель в интернете. Он стоит не так уж дорого, я считаю, что если пигмент стоит 180 рублей, его можно сразу купить целую коробку, если вы красите волосы в один цвет. Подведем итог нашего обзора о нашем любимом пигменте Тоника. Это неплохой продукт, он очень дешевый и практически легко доступный. Он не идеальный, он может застрять в волосах, если вы, опять же, провоцируете пигмент на застревание. Но зачем я вообще все переосуществляю? Вы же и так все поняли, вы же посмотрели внимательно видео, зачем я подвожу итог? Я надеюсь, что это видео вам было полезным. Если среди вас есть люди, которые стали относиться ко мне хуже из-за того, что я красила и до сих пор могу некоторое окрашение производить Тоникой, мне очень жаль, потому что вы не хотите разбираться в красителях и вам проще сказать, что мастер плохой, потому что красит какими-то дешевыми продуктами. Не все дешевое плохое. Будьте рациональными при выборе пигмента прямого действия для яркого окрашивания, так как все пигменты очень сильно друг от друга отличаются. Берегите себя, берегите свои волосы, не бойтесь разбираться и знать больше. Всем хорошего настроения, весна уже близко, и что? И все, все пока, все, до свидания, все.